Почему ортодоксы запрещают заниматься наукой, опорются достижением научного прогресса? Нормально. Послушайте, когда врач полетит на самолете, это нормально? Ну конечно. А когда летчик пойдет лечиться к врачу или авиационный инженер, это тоже нормально? Да. Так вот, наверное, у каждого есть своя отрасль. Вся религиозная идея заключается в том, что есть занятия, которые мы предпочитаем для наших детей и для себя. То есть мы хотим, чтобы наши дети в идеале занимались Торой. Но это абсолютно не значит, что человек, который занимается наукой, это плохо. Позвольте немного... У нас много религиозных людей, которые здесь занимаются, зайдите в еврейский университет. Но, но, вы задали вопрос, можно ли пользоваться достижением научного прогресса? Можно и нужно, потому что все, что открывается, Всевышний делает это для того, чтобы наша жизнь была более комфортной. Чем мне не нравится ваш пример с летчиком и врачом? Да, врачом, да. Потому это то, что никто из них не говорит своим детям, быть летчиком очень плохо. У нас мы родились, мы должны быть врачами. Это наша семейная традиция. Мне всегда так говорили. Все, что угодно, летчики никогда. Я вам скажу, что... И то же самое никогда не говорят пилоты. То есть там люди есть абсолютно варанки своего... Есть такое. Есть такое. Люди многие... Я с этим сталкивались. Люди многие говорят, что вот ты должен быть, ты должен идти по нашим стопам, по нашим стезям. Это наша семейная традиция. Очень многие в бизнесе люди, так сказать, как бы автоматически занимают место своих родителей. Не в этом. Это абсолютно не принципиально. У нас, да, есть ревнительное отношение к этому занятию, поскольку у нас есть определенный духовный аспект в этом. Мы считаем, что с духовной точки зрения действительно важнее для человечества. Если мы будем заниматься тором, вот это вот как бы может быть единственный аспект. Но однозначно совершенно, что вот у меня есть друг, родители которого режиссеры. Они мечтали, чтобы он был режиссером, а когда он стал раввином, они, прямо скажем, чувствуют определенный дискомфорт с этим. И они сожалеют о том, что он не режиссер. Почему? Потому что им важно, они хотят, чтобы любой родитель хочет, чтобы его дитё шло по его стопам. Это естественно. И он хочет, чтобы он продвинулся в той отрасли, в которой он любит, которую он понимает. И он видит в этом какое-то продолжение себя. Это нормально. Технология – это добро или зло? Любая материя нейтральна. Всё материально нейтрально. Всё зависит от того, как мы это используем. Можно взять интернет и с помощью него рассказывать тору людям. А можно взять интернет и насмотреться там очень много всякой грязи. Всё абсолютно нейтрально. Любая материя нейтральна. Всё зависит от того, как человек её использует. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.